Железная логика. С Сергеем Михеевым. Железная логика. Россия и Китай отказались повторять формулировки, которые были на предыдущем саммите 20-ки, вот в Индонезии, который проходил, и с этим не могут согласиться. И обсуждения по части заявления, в частности, были очень долгими и трудными, но тем не менее появился такой шанс, что слов осуждения там может не быть. Насколько это реально? Насколько в речи Запада вписываются лексические конструкции, которые исключают осуждение России и специальные военные операции? Ну, тут такая штука. G20 это в значительной степени такая очень противоречивая организация. По большому счету, даже когда ее создавали, она уже тогда противоречила интересам Западу. Вообще, западники хотели бы рулить миром в одно лицо. Для этого создавалась «семерка» G7. И по ходу дела, вроде бы как в один из моментов хотела примкнуть и Россия, такой клуб управляющих. Но так как ситуация меняется, исторический и политический ландшафт на планете меняется, пришлось создать G20. Запад на это пошел, но в общем так тоже, скрипя сердце, что называется. Почему? Потому что в G20 на самом деле объединены страны, по-разному смотрящие на мир. Да, их объединяет вопрос экономики. По большому счету формально и G7, и G20 это как бы экономический клуб. Да, это клуб, так сказать, стран, которые туда принимают, исходя из объемов экономики. Политизация вообще этих объединений, она такая, немножко противоречит вроде бы как их изначальным принципам. Но экономикой, экономикой, да, вопрос политики все равно в любом случае начинает играть достаточно серьезную роль. И здесь мы видим, что в ту же самую G20 входят страны с разным взглядом на этот мир. Поэтому в принципе G20 внутренняя такая противоречивая организация. Но внутри нее, да, есть группа западных стран, которые действуют слаженно, которые действуют вместе. Их цель представить дело так, будто бы вся двадцатка на сегодня осуждает действия России. То, что Индия предложила резолюцию, в которой этого осуждения нету, но это важно для нас, несомненно. Потому что, ну, для Запада было бы очень удобно представить дело так, что вся двадцатка осуждает Россию. Ну, а отталкиваясь от этого, попытаться принудить эти страны и к поддержке режима санкций. Потому что здесь же тоже все не просто так. Сначала пропихиваем резолюцию, а потом говорим, ну, раз вы подписались под резолюцию, давайте теперь под санкции подписывайтесь. Хотя, конечно, скорее всего, такого не будет. Но, с другой стороны, здесь важно что? Важно то, что, например, Си Цзиньпинь тоже не поехал на G20. Это связано, я думаю, в первую очередь с разногласиями между Китаем и Индией. Но отчасти это связано, возможно, и с таким вот. Заодно продемонстрировать некую поддержку России. Хотя, я так понимаю, что индийский фактор здесь важный. Но и не только индийский, еще и китайско-американский. Байден, например, высказал разочарование в том, что Си Цзиньпинь не поедет в Индию, потому что он рассчитывал на какую-то встречу. И я так понимаю, что Си Цзиньпинь не поехал по этим трем причинам. Во-первых, он не захотел, продемонстрировал, что он не хочет встречаться лишний раз с американским лидером. Это обозначает то, что напряженность в китайско-американских отношениях достаточно высока. Есть разногласия с индийцами. И плюс заодно, здесь с довиском, в общем, это позволяет выразить такую косвенную поддержку российской позиции, российскому лидеру. Потому что Путин тоже, как мы знаем, не поехал на G20. То, что он не будет на G20 выступать, не знаю, правильно это или неправильно. А раз они решили, то решили. Хотя, на мой взгляд, можно было бы и сказать, высказать свою точку зрения по всем имеющимся вопросам. Ну, возможно, там есть какие-то другие соображения, на которых нам неизвестно. Но одновременно с этим я бы не стал вообще всем этим резолюциям придавать слишком большое значение. Потому что резолюция резолюциями, но это, в общем-то, все такое слова. На самом деле, для нас важна реальная позиция других стран по санкциям в отношении России, по двусторонним отношениям. Это важнее. Хотя, понятно, что и такие символические вещи тоже имеют значение. Ну, посмотрим, какая она будет от резолюции. И, в принципе, если она будет без осуждения России, даже несмотря на, фактически, отсутствие лидера и даже отсутствие выступления, я имею в виду Путина, ну, что ж, это будет косвенно означать, действительно, что американцы и их союзники не смогли продавить свою точку зрения в двадцатке. А вообще, все эти учреждения, еще раз повторю, они внутренне становятся все более и более противоречивыми. И там находить общую повестку все труднее и труднее. Кстати говоря, именно потому, что Запад начал во все эти вещи примешивать политику. То есть, если бы вообще речь шла только об экономике, как это изначально, так сказать, вроде бы как декларировалось, да, это была бы одна история. Но западники везде стали пропихивать политическую составляющую, там, начиная от экономики, заканчивая спортом. А поэтому, там, когда вы это начинаете пропихивать, эту политическую составляющую, тут неизбежен конфликт. Поэтому в определенной степени западники будут, чем дальше, тем больше будут заложниками, вот, собственно, вот этого стремления всех построить в одну линейку, что называется, да, значит, в одну очередь поставить. Потому что все равно единогласия по поводу многих вопросов в этом мире уже давно нет. И более того, как бы, да, тенденция такая, что этого единогласия будет все меньше и меньше. По крайней мере, такого единогласия, которое хотел бы Запад. Потому что все равно навязывать свою точку зрения по вопросам глобальным, особенно политическим, Западу все сложнее. К единогласному подходу пытаются прийти, если верить словам некого французского чиновника, которого ранее цитировало агентство Bloomberg. Он сказал, что страны-двадцатки вырабатывают и выработали уже этот подход относительно конфликта на Украине, который предполагает поиск компромисса с Россией. Но компромисс означает некие уступки с обеих сторон. Если, допустим, Запад пойдет на уступки в отношении санкций, значит, и от России потребуют отказа от целей специальной военной операции. Ну, это я не знаю, что они там себе, что они там удумали, как бы, да, у себя на Петровке, как говорил этот сам Горбатый, в этом вместо встречи изменить нельзя. Ну, вопрос в том, что затыком главным, так сказать, если попроще говорить, является вступление Украины в НАТО и вовлечение Украины в военную инфраструктуру. Я, наверное, 1500 раз говорил, как бы, но стоит еще не рассказать, что на самом деле, если бы не интеграция Украины в военной, значит, структуру военных интересов Запада, вообще ничего бы не было. Жила бы себе эта Украина, пусть даже она и придуманная, пусть даже она, так сказать, и, как бы, такая, так сказать, результат распада Советского Союза, жила бы себе эта Украина там, да, что-то там делала бы там, да, может быть, даже развивалась бы в чем-то. И я думаю, что Москва закрывала бы глаза на очень многие вещи. Критически важным был военный фактор. Военный фактор был критически важным, но украинское руководство оказалось вообще не в состоянии оценить все риски. И вообще качество украинского руководства, оно очень невысокое и, плюс ко всему, неизменно падало с 91-го года, то есть, стремительно. Ну и в итоге случилась война. Собственно говоря, те, кто занимался этим вопросом, не знаю, мне кажется, еще в нулевых годах, в десятых годах понимали, что все дело идет к войне. К сожалению. Да, вот мне, по крайней мере, я про это тоже рассказывал не раз, неоднократно приходилось бывать там и на Украине, и в Киеве, и во многих других городах. Во встречах с этими, так сказать, упертыми националистами, людьми, приходилось говорить, что будет же война. Они не понимали, что такое война. Многим даже хотелось этой войны. Но смысл не в этих идиотах, а смысл в Западе, который к этому толкал. Поэтому в чем, собственно говоря, заключается компромисс? Главный вопрос для России военный, именно военный, а все остальные второстепенные. Поэтому пытаться, так сказать, торговать ослаблением санкций, я считаю, что это будет такой, ну, скажем, невыгодный для России вариант. Невыгодный. А большего, большего Запад предложить не может. Почему? Потому что, например, отказ от интеграции Украины в структуру военных интересов Запада, на данный момент будет расценен как поражение Запада в российско-украинском конфликте. Такое символическое поражение. Может быть, теоретически это возможно при каком-нибудь другом президенте США. Но пока вот при Байдене, я думаю, это невозможно. Все равно реалии происходящего сейчас на Украине, они так или иначе просачиваются в прессу, в том числе и западной. Вот обозревателю немецкого Бильд Юлиану Рёбке пришлось оправдываться за текст о том, что ракета, которая ударила по Константиновке, вот там, где погибли 16 человек, в тексте было сказано, Юлиан Рёбке отмечает, что, скорее всего, ракета была украинской. Он ссылается на расследование группы Conflict Intelligent Team. Эта группа исследовала все данные, привела видео, где видно, куда смотрят люди, откуда они слышат звук, откуда они прослеживают траекторию полета этой ракеты. Также видно перед ударом, в отражении автомобилей виден этот летящий снаряд. В общем, все эти свидетельства говорят о том, что действительно эта ракета летела оттуда, где были расположены части ВСУ. Тем не менее, после критики, после обвинений вот этого обозревателя в работе на Кремль, уж в чём действительно его трудно было заподозрить, ему пришлось оправдываться и сказать, что всё равно виновата Россия, при том, что свидетельства и видеосвидетельства сейчас в открытом доступе. — Ну, порадоваться, пусть оправдывается. Я не знаю, я вообще считаю, что если человек убеждён в том, что он говорит, ему не надо оправдоваться. Пусть надо отстаивать свою точку зрения. Грубо говоря, вы убеждены в чём-то, абсолютно убеждены. Надо отстаивать свою точку зрения. А если вас прогибают, значит, вы или в этом не убеждены, или просто-напросто испугались. Ну, и ещё одно свидетельство по поводу свободы прессы и всего остального. Нам-то, в принципе, честно говоря, до лампочки всё, если сказать честно. Кто там что-то написал, есть очевидные факты. Отрицать их бессмысленно. В конце концов, в чём проблема идёт война, понятие, кто там в кого стреляет, это несложно. Это ещё в каком-то 2014 году или 2015 всё это было интересно или имело какое-то значение рассказывать, кто в кого встрельнул и прочее. Сейчас идёт открытая война, горячая фаза. И, в общем, всё и так понятно без всяких обозревателей. А то, что они скажут что-нибудь и потом тут же боятся, тут же начинают пугаться и сразу обратный язык засовывают в одно место и оправдываются. Но это свидетельствует только об их, что называется, масштабах личности, очень некрупных, в конце концов. И о том, что весь этот миф о свободной прессе, о свободных каких-то расследованиях и так далее, всё это в прошлом. Не знаю, может, когда-нибудь это и может вернуться, но сейчас этого нет. Сейчас этого нет, никто на Западе... По сути, на Западе нет свободной прессы. На сегодняшний день, по крайней мере, есть такие вопросы, как отношение к России, по которым никакой объективный анализ сейчас практически невозможно. То есть, всё время надо что-нибудь такое сказать, что вот, мол, да-да-да. Даже если ты говоришь что-то, относящееся к действительности, всё равно надо обязательно оговориться и сказать, что в России это всё равно плохая, конечно, она же плохая, мы хорошие. Но, с другой стороны, это понятно, это, что называется, политическая пропаганда. Но только тогда не надо рассказывать про свободную прессу. Я тоже про это неоднократно говорил, считаю, что создание собственного языка описания действительности, в том числе политической, это очень важно. Потому что, в противном случае, вы всё время будете говорить на языке ваших врагов. Ну, в лучшем случае, так сказать, партнёров, но всё равно на другом языке. Мы очень долго развивали собственную политическую мысль в рамках вторичности по отношению к западноевропейской, в первую очередь, политической мысли. Кстати говоря, это в том числе и наследие советского времени, так как советская власть отталкивалась от марксизма в первую очередь. А марксизм – это плоть от плоти западноевропейской философской мысли. Опять же, можете как угодно к этому относиться, вы можете разделять эти взгляды, не разделять. Но тем не менее, в том числе в советское время, в политической мысли Советского Союза, советской академической школы, был тотально навязан, не свой язык анализа и прогноза политической действительности. Наш, собственно, язык был переполнен иностранными терминами, которые впоследствии получили и такое отрицательное значение или, как любят говорить, академическая тусовка, негативную коннотацию, чтобы было понятнее. В принципе, мне, например, нетрудно говорить языком ученых советов, но он мне просто неприятен. Бесконечная локация и опция, так сказать, и ротация, когда есть простые русские слова, он и приводит к тому, что мы перестаем понимать, что нам делать. Вот что важно. Насколько я понимаю, сейчас будет небольшой перерывчик. Мы продолжаем. Сергей Александрович. Да, вот я продолжу свою мысль, почему это важно вообще говорить на своем языке везде. Именно потому, что чужой язык, во-первых, он не всегда понятен. Во-вторых, иногда он скрывает или искажает смысл событий, в том числе просто потому, что он чужой, иностранный. И, кроме всего прочего, часто он нагружается, так сказать, какими-то необоснованными отрицательными значениями, из которых трудно выйти. Почему слово «идеология» стало таким негативным, таким отрицательным? Ну, во-первых, потому что на волне развала Советского Союза все осуждали коммунистическую идеологию, и идеологии это вообще плохо, вот хватит навязывать, так сказать, единую точку зрения. Хотя, может быть, в этом тоже есть свой смысл, потому что абсолютно единой точки зрения, ее не может быть, в принципе, природа не терпит, абсолютного, так сказать, единственного объяснения всего. С другой стороны, вот сама советская, в том числе, пропаганда, она очень долго, например, осуждала чужую идеологию. То есть, советская пропаганда довольно долго осуждала идеологию наших противников, начиная от нацистской Германии и заканчивая идеологией американского империализма. Вот, кстати, китайского гегемонизма тоже одно время, как бы, с ним тоже поработали. А потом получилось так, что есть хорошая идеология, а есть плохая, да? А когда распался Советский Союз, оказалось, что советская идеология тоже плохая, и слово идеология вообще, как бы, да, получила однозначно отрицательное значение полностью. Одна из проблем здесь как раз состоит в том, что нам необходим собственный язык описания реальности, причем реальности политической в первую очередь, да и вообще любой реальности. То есть, замена, так сказать, своего языка на другой, она должна иметь очень обоснованное оправдание. Вот, поэтому слово идеология можно заменить каким угодно. В конце концов, идеология – это мировоззрение. Гораздо более доброе, кстати, и светлое слово – мировоззрение там, да? Можно придумать еще много, значит, много русских слов. Кстати говоря, придумывание русских слов, в этом ничего, как бы, такого нет. Например, скажем, Михаил Васильевич Ломоносов в свое время, да, сделав прорыв в просвещении российском, да, придумал большое количество слов, которых раньше не было, в том числе слов русских, да. Значит, такие слова придумывали и, например, скажем, в начале 20 века, когда, значит, разразилась Первая мировая война, там, да, и многие иностранные слова стали намерены заменять на слова русские, и многие из них прижились и спокойно себе, спокойно себе у нас сейчас в обороте, в обиходе находятся, да. Поэтому здесь есть и чисто бытовая составляющая, есть и политическая. Про политическую я уже сказал, когда вы разговариваете в системе смыслов и понятий ваших врагов, вы уже немножко проиграли. А мы, к сожалению, разговариваем в их системе смыслов и понятий очень долгое время. Ну, например, сейчас просто уже про это смешно говорить, да, да и неуместно. Например, мы очень долго им доказывали, что у нас тоже есть демократия. Как бы признавая их правоту в том, что демократия – это и есть высшее достижение человечества, признавая то, что у них там есть демократия, признавая в том, что без демократии вообще жить невозможно, и признавая то, что демократия – это и есть, вообще-то, что-то самое главное в жизни. То есть в этот момент вы уже проиграли. Вы сразу встали на позицию потерпевших, вы сразу встали на позицию тех, кто должен оправдываться и что-то доказывать. Это такой самый простой пример. Но есть и чисто бытовое измерение этих вещей, когда совершенно необоснованно в русскую речь внедряются какие-то непонятные, просто как бы модные словечки, и вроде бы мы уже не первый год провозглашаем необходимость сохранения русского языка, сохранения, так сказать, культурного наследия, тем не менее, все равно эта интервенция продолжается, вот там все эти последние моды вдруг опять вспомнили, так сказать, да. Все говорят про какие-то локации, коллаборации, так сказать, опции и прочее, к чему это, от чего это, для чего это, чем провинились слова. Опция – это возможность, локация – это место, коллаборация – это сотрудничество. Чем провинились эти русские слова, непонятно. Я так понимаю, что провинились они только тем, что они русские и больше ничем. Ну и плюс вот интересно как бы, да, из себя что-нибудь такое состроить, поинтересничать, да. Я вот говорю не в этом месте, а на этой локации, так сказать, да, и так далее, и так далее. То есть вот это вот заимствование, оно же чем обусловлено? Оно обусловлено внутренним комплексом неполноценности, ощущением себя, так сказать, каким-то не таким, вторичным, так сказать, да, и вообще потерпевшим, убогим, кривоногим и безглазым. А это как раз вот от этого всего, и от этого всего как бы в итоге происходит большое количество бед. То есть здесь это важно в самых разных аспектах. Поэтому и слово идеологии тоже можно заменить без проблем. А возвращаясь опять же к курсу преподавания основ российской государственности, конечно, он нужен. Конечно, необходимо об этом говорить, необходимо разъяснять. Значит, честно отвечать на вопросы, врать не надо, но при всем при этом надо понимать, что цель – это не только разъяснение. Здесь не может быть холодного исследования, знаете, от нас требуют холодного исследования, да. Нет, все-таки понятно, что целью государства является укрепление государства. Вот оно не может позволить себе, никакое государство не может позволить себе, так сказать, да, поощрение самоубийства, в том числе себя. Вот у нас в России это периодически случается. Вот давайте будем поощрить самоубийство. Себя в том числе, да. Я считаю это неправильным ни в личной жизни, ни в общественной, так сказать, да, ни в государственной. Вот поэтому государство должно себя укреплять. Оно не может позволить себе роскоши преподавать, так сказать, студентам молодежи идеологию самоуничтожения. Поэтому, да, курс российской государственности должен вести к укреплению этого государства. Вот, и поэтому, как бы, да, здесь любые там упреки в идеологизации, они или не от большого ума, или от вот этой испорченности, так сказать, да, последними десятилетиями и мнимой интеллигентности. Вот, или это диверсия. Вот, я думаю, вот примерно так. И еще один новый предмет, это уже предмет школьной программы «Основы безопасности и защиты Родины». Он пришел на смену такому предмету, как ОБЖ, «Основы безопасности и жизнедеятельности». И преподавать «Основы безопасности и защиты Родины» будут те, кто, ну, собственно, знает о защите Родины больше, чем кто бы то ни было, больше, чем учителя, которые идут по методичкам. Это участники специальной военной операции, уже создан центр переподготовки педагогов, ветеранов специальной военной операции, участников боевых действий. И это центр на базе Государственного университета просвещения. Об этом рассказали в министерстве. Вот, кому, как не им преподавать в школах этот предмет? Ну, с одной стороны, да, кому, как не им преподавать этот предмет. И я считаю, что поддержка участников военной операции – это вещь, конечно, очень важная, правильная. Вот, чтобы не получилось так, как, например, ветераны Афганистана там, да, в какой-то момент были просто выброшены на улицу и сами должны были решать свою судьбу, хотя они сражались за Родину. В буквальном смысле слова, Родина их туда послала, как бы, выполнять задачи. Вот, а потом их просто выбросили, так сказать, те, кто смог остаться, так сказать, на плаву. Молодцы, многие просто пропали, кто-то ушел в криминал и так далее, и так далее. Нам, я считаю, что такую историю, как бы, значит, тоже, такого рукотворного поражения ни в коем случае повторять нельзя. Вот, потому что, я думаю, что это крайне важно. С Афганистаном, я, например, не раз говорил, я считаю, что в Афганистане советская армия выполнила все поставленные передние задачи и выполнила их успешно. А, как бы, поражение сконструировали потом, значит, политики, да, значит, идеологи уже другого периода, вот, всякие разные культурные деятели и так далее, и так далее. Поэтому поддержка этих людей, это, несомненно, правильно, с одной стороны. С другой стороны, мне, честно говоря, не нравится попытка начальную военную подготовку встроить в курс вот этой вот организации безопасности, да, и жизни. Потому что, видимо, это не одно и то же. Я думаю, что было бы гораздо логичнее вернуть начальную военную подготовку, именно военную подготовку, и вот там ветераны СВО были бы на своем месте. У меня всякого сомнения. А что такое будет вот эта вот организация безопасности жизни плюс военная подготовка, там, да, не очень пока понятно. Вот, мне кажется, там, местами это будут вещи, которые, ну, скажем, плохо пересекаются. Вот, собственно, и все. Да, то есть здесь же явно акценты, не это самое, немножко разные. Вот, ну, а что касается, кроме всего прочего, так сказать, участников СВО, то одновременно с этим, конечно, надо понять, что не все участники СВО могут быть преподавателями. Очевидно, что война – это тяжелейший опыт, там, кого-то он укрепляет, кого-то ломает и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, эти люди должны проходить соответствующую там подготовку, переподготовку, да, и какие-то комиссии должны выявлять их способности вообще преподавать детям, потому что работать с детьми – это тяжело, это не солдатами командовать, это не одно и то же. Вот, хотя вот у меня начальная подготовка военная, когда я учился в школе, преподавал, ветеран Великой Отечественной войны, дядька такой, отставной подполковник, да, замечательный был мужик, вот, вне всякого сомнения. Но еще раз говорю, он говорил о начальной военной подготовке. Поэтому у меня такое впечатление, что здесь тоже попытка какая-то такая смешать вот бульдога с носорогом, вот, насколько она будет удачной, ну, посмотрим. Потому что люди с военным опытом должны преподавать военную подготовку. А говорить о безопасности в жизни, так сказать, на улицах городов, наверное, должен говорить кто-то, об этом должен, так сказать, рассказывать кто-то другой. Вот, ну, что ж, поглядим, что из этого получится. Вот, важно просто, чтобы не было профанации, а вообще мне не очень понятно, почему начальная военная подготовка, так сказать, как кого-то, кого-то не устраивает, да. Ну, с другой стороны, слова защиты Родины мне нравятся. Ну, надеюсь, надеюсь, что какая-то оптимальная, так сказать, такая форма работы будет найдена. Спасибо, Сергей Александрович. У нас подходит к концу первый час нашей программы, но мы вернемся уже после выпуска новостей. Мы продолжаем программу «Железная логика». Приветствуем всех, кто к нам присоединился. У микрофона Екатерина Косинец. На связи со студией автор программы политолог Сергей Михеев. Да, здравствуйте, еще раз. Продолжаем передачу. Да, я напоминаю, для тех, кто только сейчас подключился, телеграм-канал Сергей Михеев, подписывайтесь. Продолжаем передачу. Глава комитета Бундестага по обороне Штрак Циммерман призвала канцлера Шульца разрешить поставки ракет «Таурус» Украине. Раньше канцлер ссылался на немецкую общественность, которая в большинстве против таких поставок. И также человеком, который препятствует поставкам и препятствует действиям ВСУ, называют Илона Маска. CNN публикует отрывки из его книги и привозит фрагменты, которые трактуют как то, что Маск якобы тайно приказал своим инженерам год назад отключить его спутниковую сеть «Старлинк» в районе Крымского побережья для того, чтобы сорвать нападение Украины на российский военный флот. Однако Маск уже опроверг эту информацию, он заявил, что система в этом районе она и не была включена, она и не действовала, но, однако, к нему обращались с просьбами ее активировать для того, чтобы успешно провести атаку против российского флота, но он на эту просьбу не отреагировал. Можно ли верить таким заявлениям, можно ли верить в поддержку, можно ли верить в адекватность и в позицию, или все-таки ничего личного, только бизнес? Да кто его знает, понимаете, вот это можно ли верить? Ну откуда я знаю? Я что, видел это Илона Маска, что ли? Я с ним встречался, мне вообще до лампочки, жив он или нет там, да? Вот Маск сказал это, потом она проверка это, и дальше вопрос, можно ли в это верить? Ну ответ такой, хрен его знает. Может можно верить, может не можно. Это все такие вещи, понимаете, они, мне кажется, вообще в принципе, ну то есть ясно, что каждый день надо что-то обсуждать. Ясно, что Илон Маск раскручена фигура. Ясно, что любые, так сказать, какие-то новости с его именем, они попадают в первые строчки новостей. Но не ясно, что обсуждать. Потому что смысла в этом, ну по большому счету нету. Значит, что мы считаем, что Илон Маск наш друг, что ли? По большому счету, как бы, ну мы вот когда-то это обсуждаем, мы там участвуем в пиар-компании Илона Маска. Вот он такой загадочный мужик, то ли он там за это, то ли за то, то ли он такой какой-то свободный радикал, то ли еще что-то в этом роде. Но это немножко похоже на светскую хронику. Типа того, знаете, что вот такой-то или такая-то, так сказать, надел трусы на голову и бегает там по улице. Или что вот у него там пять любовниц или шесть любовников. Это правда или нет? Можно в это верить или нельзя? В общем-то, это примерно такого же рода как бы новости, вот только там с политическим подтекстом. Потому что вот мы хватаемся за них, что рассчитываем на то, что Илон Маск друг России? Нет, он не друг России. Точно так же как бы на него там обрушились, что он типа, как бы там враг Украины? Да и не враг Украины. Я думаю, что им вообще до лампочки все эти дела. Он занимается там своими какими-то, так сказать, своей судьбой, своим бизнесом. Вот где-то ему можно тоже, ему хочется поинтересничать. Опять же, он же все это дело там опроверг. Но как-то он, да, он не сильно жалует, видимо, украинскую сторону в том плане, что он относится к ним как к таким людям второго сорта. Но это вообще свойственно американскому правящему классу. В этом смысле мы, конечно, очень сильно переоцениваем, как и украинцы, переоценивают свое значение. Мы как-то считаем, что они нас держат за людей. Они нас за людей не держат, просто с русскими приходится считаться, а с украинцами можно вообще не считаться. Вот, собственно, и все. Поэтому Маск иногда так скажет, иногда сяк. Но потом Маск занимает какую-то немножко фрондирующую позицию, такую, так сказать, скажем так, немножко, так сказать, против настроен действующей американской власти. Вот, и поэтому периодически он дает повода, чтобы вот все эти вещи там вот так вот обсуждались. Потому что явно он не является, по крайней мере, он себя не позиционирует там, как друг Байдена там или что-то в этом роде, да. Ну, и поэтому периодически вот он так вот интересничает. Вот он вот свободный, независимый. Вот здесь вот он имеет по каждому просто свое мнение. Вот, собственно, и все. Поэтому мы, когда за это все хватаемся, ну, я думаю, что в этом немножко нет смысла. Мы, опять же, это такая штука, это опять тоже от внутренней такой несамостоятельности. Мы все время ищем, смотрите, как наши средства массовой информации, наши эксперты, все время ищут подтверждение того, что и на Западе есть тоже люди, которые понимают позицию России. Так ведь хочется в это верить. Так почему так? А зачем в это верить вообще? Почему это так важно? Потому что мы очень привыкли себя считать за дураков, а их за умных. Вот как же, если такой-то американский дядюшка сказал, ну вот, вот смотрите, вот смотрите ведь. И вот начинается это вот, что называется, мериться на морозе, так сказать, да. А вот один американский дядюшка сказал вот это, а другой вот это. Да плевать на них, что они там сказали. Господи. Илон Маск. А кто такой Илон Маск? Вот поэтому, мне кажется, мы тоже, вот как избавиться от этой болезни, стать самим собой, вот надо написать книжку, да. Как избавиться от болезни вторичности и стать самим собой. Вот напоминают эти самые заголовки всяких разных таких книжек, типа там Карнеги и так далее, и так далее. Вот. Как стать самим собой? Вот книжка, которая должна быть написана в России. Вот это и будет идеология. Стать самим собой, вернуться к себе. Вот что важно. А не важно, значит, постоянно искать мнение каких-то дядюшек. Вот мы все время цитируем каких-то там американских там отставных, отставных козы барабанщиков, да, и все вот радуемся. Смотрите, вот такой-то, так сказать, ефрейтор в отставке сказал вот это, а такой-то, так сказать, там сбоку припеку на откидном сиденье аналитик сказал вот это, и радуемся этому. Да это все ерунда полная. Ну вот мы все хотим, все хотим, так сказать, доказать свою правоту через мнение вообще каких-то дядечек и тетечек, которые вообще, они для нас никто, вот, и мы для них никто. то, наверное, это имеет какое-то значение. Но, по большому счету, это все пустота. Если бы наши предки, я могу сказать, разные всякие, условно говоря, и 100 лет назад, и 200, и 500, все время думали бы о том, что про нас скажет, так сказать, княгиня Мария Алексеевна, они не построили бы вот такую большую страну. Просто не построили бы, и все. Потому что все время, так сказать, смотреть туда, и что там скажут, как только мы начинали туда смотреть, как только мы начинали вот об этом очень так всерьез думать, мы тут же начинали проигрывать. И сейчас это тоже самое происходит. Все наши проблемы, ну, хорошо, не все, ладно, но многие из наших проблем именно состоят в том, что мы несколько десятков лет подряд делали не то, что нужно нам, а то, что одобряется там. Вот то, что там одобряется, считалось у нас правильным. А то, что там не одобряется, считалось неправильным. Вот это одна из причин многих вообще бед, с которыми нам приходится считаться. То есть сейчас приходится, так сказать, иметь дело. А для Украины, например, для той же, тащи стала трагедия, потому что они все делают, что нравится там, в результате страна гибнет. Гибнет страна. Поэтому, что касается Илона Маска, я говорю, это как-то так вот даже, ну, проверк, значит, начни правда. Вот все, что можно сказать. Ну и те условия, которые нам, ну, не то, что условия пытаются диктовать, а срывают договоренности. Молдавия заявила, что не собирается оплачивать долги перед Газпромом. Причем этот долг, 709 миллионов долларов, который они ранее признавали, сейчас наняли аудит, сторонний аудит, стороннюю компанию, которая пересчитала все долги, насчитала один процент, который можно выплатить, и Молдавия предлагает выплатить этот единственный один процент, а за остальное готова судиться. Теперь требует от Газпрома каких-то уступок. Вот на что рассчитан этот Димарш Санду, потому что здесь все-таки вряд ли речь идет об экономике. Нет, речь идет о том числе об экономике, потому что просто денег нет рассчитываться. То есть денег-то совсем мало, то есть их вообще нет. Молдавия – это нищая страна, по большому счету, находящаяся в долгах. Но сейчас сложилась такая политическая ситуация, при которой России можно долги не платить, обосновывая это вот такой героической борьбой с путинской Россией. Вот, собственно, и все. В другое время этого не возникло бы, а сейчас создалась такая ситуация. Здесь тоже вопрос о том, что Майя Санду – это, в общем-то, мелкий карлик, а Молдавия – это, по большому счету, марионеточное такое, на сегодняшний день, государство, псевдогосударство, но он понятен. Есть другая ситуация. Зачем надо было давать в долг очевидно враждебному политическому режиму? Эти долги складывались довольно долго, и отсрочка по выплатам по долгам, она продолжалась, в том числе и последний год. Уже началась спецоперация, а «Газпром» опять дал отсрочку по долгам. Зачем? Позиция Майя Санду и Молдавии была вполне понятная. Ясно, что там есть фактор Приднестровья. И мы, я так понимаю, что тоже довольно, так сказать, лояльно относились к этому накоплению, этого долга, потому что, в том числе, есть фактор Приднестровья и обеспечение этой территории газом. Но, тем не менее, тогда и удивляться особо нечего, потому что многие вещи, вот из того, что мы там все вот это вот говорим, но они такие, это подобно каким-то таким, знаете, пустым, пустым каким-то таким вот рассуждением, да, вот, которые должны сказать, вот какая нехорошая Майя Санду, ну да, нехорошая, но вы давали им в долг, вы на что рассчитывали? Что они отдадут? А что, они раньше отдавали, что ли? Вот этот долг-то, да, почти миллиард долларов, он сложился за много-много лет, значит, и раньше не отдавали. А зачем вы давали им в долг? Ну, скажем, потому что есть Приднестровье. Ну, есть Приднестровье, тогда, собственно говоря, все и понятно. Вот раньше они хоть что-то отдавали, как бы, а теперь, так сказать, давать не хотят, потому что ложилось в политической ситуации. Вот там, собственно говоря, пришел момент истины. К этому моменту надо было готовиться, наверное, да, заранее. Вот, в общем, целый, конечно, миллиард долларов для Газпрома, как бы, это не очень большая проблема. Вот, но поведение, поведение этих людей понятное. В целом, политика, которая на СНГ, на пространствах СНГ, бывшего Советского Союза, выстраивалась, она, как бы, была со стороны России, мне кажется, была неправильной. Вот, она делала так, что Россия всем что-то должна. Фактически подтверждая государственные мифы вот этих стран, о том, что Россия плохой колонизатор, а не, значит, бедные, угнетенные страны. Ну, вот, сейчас мы имеем соответствующие, так сказать, результаты такой политики. С самого начала надо было делать так, чтобы они к нам в очереди стояли, а не мы их уговаривали, там, что-то такое принять. Не хотите, не надо, до свидания. Все, как бы, да, пошли нафиг. Раз уж страны нету, да, тут бессмысленно было пытаться удерживать, потому что в значительной степени вся эта вот интеграция, она основана на том, что Россия за это, за все, за это платит. Ну, я знаю тоже точки зрения людей, которые считают, что, ну, а Россия должна платить, если она хочет иметь влияние. Но тут ситуация-то вот какая. Россия платит, а влияние не имеет. Платит, а влияние не имеет. Да, в итоге, значит, вот сейчас как раз вот такой, так сказать, период, когда все смыслы вылезают на поверхности, что мы видим? Все те, кого мы поддерживали так долгое время, как бы, они все к нам развернулись задом. Кроме кого? Кроме Лукашенко, кроме Белоруссии. Хотя на Белоруссию тоже, сколько критики в свое время было вылито на Белоруссию, на Лукашенко, в том числе и в Российские средства массовой информации, и такой он, и плохой, и вообще и ужасный, и такой-сякой, значит, неправильный. А тем не менее, только он остался. Только он. А все остальные, так сказать, раз, раз, раз по-тихому расползаются. А вы что думаете, мы им не помогали, что ли? Или им не давали денег? Или Украина не получала? Получала. И что в результате? Оказывается, в результате все-таки важны смыслы. В результате важны убеждения, а не деньги. И в значительной степени вот эта ставка на деньги, она сейчас и проигрывает. Ставка на деньги на постсоветском пространстве, которое было сделано российской властью, она и проигрывает. При первой же возможности они все нас предали. Как в фильме «Джентльмены удачи», то есть Крамеров говорил, он же при первом скачке расколется. Вот так оно и получилось. Так оно и получилось. Кстати говоря, это было, это можно было предвидеть, в принципе, об этом много раз говорили и писали. Я этим по-советским пространствам занимался довольно долго. Никакой там гениальности для этого было не надо. Но так как в этом были замешаны еще какие-то интересы, ну, слышать не хотели. Теперь кому не позвонишь, так сказать, никто не хочет особо и разговаривать, начинают морду кривить. Вот, потому что, значит, тяжелая ситуация, и вот, мол, мы будем этим пользоваться. А в случае чего все равно вы нам там должны, вы же нам обязаны и так далее, и так далее, да. Но я думаю, что в долгосрочной перспективе все равно вот эта политика этих недогосударств, а то, как они себя ведут, это сферилисты на самом деле не мудрости никакой, а сферилисты такой мелкой, мелкотравчатости, что называется, они не умеют смотреть вперед. Им все это еще вылезет боком. Вот, вопрос в том, как, когда, так сказать, на каком этапе, ну, вылезет, обязательно вылезет. Вот, вместо того, чтобы думать, как бы, да, в долгую, большинство из них просто, большинство из правящих элит бывших советских республик просто не имеют достаточного ума, образования и мудрости для того, чтобы оценивать действительность и делать правильные прогнозы. Им это еще вылезет в долгую, но нам-то тоже, как бы, вот, опять же, мы начали передачу про невыученные уроки. Это тоже один из уроков. Один из уроков, потому что, да, слышат только себя, как бы, да, и больше никого слышать не хотят, вот, когда кажется, что деньги решают все проблемы. Вот здесь, на самом деле, да, проблемы неизбежны, они тоже в будущем возникают. Вот с Молдавией одна из таких проблем. Уж казалось бы, жила эта Молдавия, так сказать, в значительной степени за счет и поставок газа из России, и экономические отношения, ну, и все равно, вот, видите, раз, тут же развернулся, какие-то аудиторские фирмы нанимают и прочее. В общем, все это было достаточно предсказуемо. Вот. Я думаю, здесь удивляться нечему. Ну, будут судиться, наверное, да, а учитывая то, где судиться-то, судиться в каких-нибудь европейских судах, а кто же там будет наши интересы учитывать? Да никто. Если уж они взорвали северный поток, так сказать, и вообще не жужжат, то здесь и вообще можно обо всем этом забыть. Здесь главная проблема – это Приднестровье, на самом деле. И они понимают, что они этим могут спекулировать, и, в частности, да, они как бы пытаются подвигнуть ситуацию к обострению. А Майя Сандо – это просто марионетка, мелкая дура. Вот. Ну, хотели, так сказать, таких у власти, ну, получите. В российском МИДе уже призвали Молдавию воздержаться от политизации энергетического сотрудничества, но, тем не менее, действительно расплачиваются граждане Молдавии, потому что их уже предупреждают, кстати, о том, что будут дорожать дрова на фоне этого энергетического кризиса. Ну, и пусть дорожают, тем более дров там вообще нету. Кто в Молдавии был, прекрасно знает, что с дровами там проблема. Там, собственно, лесов-то практически не осталось, таких каких-то, которые можно было пустить на дрова. Ну, ничего, все пустят там, да, все сожгут. Дрова – это такой, так сказать, ресурс тоже быстро исчезающий, да, это, и они не в России живут, где есть огромная Сибирь, вот, и огромное количество лесов, а у себя в Молдавии, где вообще практически ничего не осталось. Ничего, быстро все попелят, да, и все сожгут, и все дела. Не знаю, я бы всех придушил, честное слово. Моя личная позиция здесь еще простая. Я бы всех этих, так сказать, наших замечательных посоветских друзей, так сказать, всех придушил бы. Вот, и поставил бы такие условия. Вам надо, как бы, да, вы предлагаете выгодные условия. Не надо, пошли вон. Пошли вон, да, и все, и до свидания. Потому что получалось так, что мы им помогали, а влияния-то не имели. Еще раз повторю, главная проблема на российской политике на постсоветском пространстве была вот в чем. Мы оказывали реальную помощь, а взамен не получали ничего, или в лучшем случае какое-то фуфло, ну, вроде там, проведения каких-то конференций, или там, скажем, каких-то там, не знаю, там, таких, ну, вообще, пустых там, каких-то мероприятий, чисто информационного толка, которые к реальному влиянию на ситуацию вообще никакого отношения не имели. Ну, и результаты деятельности Санду, это подорожавшие не только дрова, но и, кстати, и продукты питания. Это рекордная инфляция за последние 20 лет. И недоверие граждан, недоверие людей. Да вот насчет недоверия я не знаю. Мы тоже, знаете, тоже, вот это такая чисто советская тема. Опять, я к Советскому Союзу отношусь хорошо, но просто я считаю, что ко всему надо трезво относиться. Это чисто советская тема. Вот, мол, есть неправильные власти и правильный народ. Это чисто марксистско-ленинский подход, классовый, который говорит о том, что есть элиты, вот они все делают неправильно. А есть вот народ, он вот знает правду, вот он идет, так сказать, к своей мечте. Ни хрена это все не подтверждается жизнью. Потому что вот все эти непопулярности и прочее, вот эти все лидеры, с которыми мы сейчас имеем проблемы, они все были выбраны на выборах. И народ не хотел ни о чем думать. И сейчас думать ни о чем не хочет. Вот тот же самый, так сказать, Зеленский, он же был выбором большинством голосов. И этому Айсанду ее тоже выбрали. Поэтому мы говорим, вот народу там все хуже, вот он там, значит, не доверяет, рейтинги, шмейтинги. А потом раз, очередные выборы, и опять какого-нибудь урода выбрали. Вот и все дела. Поэтому, что касается народа, я бы здесь не идеализировал вообще, что называется, народную мудрость. Я бы ее, как бы, не списывал со счетов совсем, но я бы ее не идеализировал. Народ это такое тоже сложное, сложное, так сказать, явление природы, что называется, да, который иногда мудрый, а иногда глупый, иногда ничего не соображающий, иногда покупающийся, в общем, на достаточно примитивные обманки. Поэтому, если бы прямо вот там такие, уж такая она была бы непопулярная, наверное, вынесли бы ее давно вперед ногами. Вот они выносят, почему? Потому что вот там, значит, есть эта европейская мечта. А это тоже для дураков. Уже 30 лет прошло, уже многие люди, которым начинали вот эту лапшу на уши вешать, они еще померли уже. А они что, все равно там верят и верят. Это такие процессы, которые имеют очень там долгую инерционную составляющую. Зачем ее выбирали, в конце концов? Она же там выбрана, да? Поэтому я бы здесь по поводу народа тоже каких-то иллюзий особых не питал. И вообще, еще раз повторю, у нас многие вещи надо переосмысливать. Мы вот застряли, условно говоря, отчасти в советской, отчасти в постсоветской трактовке всех этих вещей. Они такие, вещи такие, знаете, казалось бы, вроде все меняется быстро. На самом деле, если вы что-то одно там втемяшили, нескольким поколением в башку, то оно потом будет долго еще выходить из головы, несмотря на то, что вроде как и люди уже новые народились, так сказать, молодые. То что-то по верхам будет меняться, а внутри там, внутри может оставаться. Это как бы хорошо и плохо, но при всем при этом, да, я бы вообще, я вообще от пафосной идеализации многих вещей бы, ну, отказался бы, потому что это хорошо для митингов, но плохо для трезвого анализа ситуации.